Идея благоустройства Малого Тарычевского пруда появилась около пяти лет назад у самых первых жителей комплекса «Зеленая аллея». Здесь видновчане провели не один субботник, чтобы превратить территорию в зону отдыха. То, что сейчас минимальное благоустройство в виде дорожек, этого недостаточно. Очень много жителей, у нас сейчас живет порядка 15 тысяч жителей, и просто физически некуда ходить. Поэтому стали обращения такие, и во время предвыборной кампании стал вопрос о благоустройстве в полноценном этого Тарычевского пруда. Концепция благоустройства территории включает в себя небольшую смотровую площадку с летним кафе, веранды, зоны для детей и занятий спортом. Пространство вокруг пруда станет удобным местом для прогулок. Помимо привычных пешеходных троп, здесь появятся дорожки на сваях. «Основная задача, которая сейчас поставлена проектировщику, предусмотреть полностью, чтобы этой зоной пользовались не только люди, которые имеют все свои способности, но и непосредственно те, которые ограничены в них». В настоящий момент противоположная сторона пруда труднодоступна, однако проект предусматривает ее укрепление и очистку для организации прогулочной зоны. «Будет, если и вырубка, то только исключительно санитарная. Рассматриваться те деревья, которые хорошие, убирать, конечно, их никто не будет. Будут обыгрываться вокруг них пешеходные дорожки». В проекте предусмотрено и помещение для проведения в летнее время различных мастер-классов. Зимой оно может быть использовано как раздевалка. Так как Малый Трачевский пруд хорошо промерзает, здесь планируют организовать каток. «Проект мне очень понравился. Я надеюсь, что, конечно, то, что нам показали на картинке, оно так и в жизнь воплотится. И мне очень нравится песочница, которая должна здесь располагаться, потому что такая же песочница есть в парке Горького». «У меня вообще идея другая. В проекте благоустройства этой территории нужно учесть очистку пруда и запрудить пруд потом карасями». Диалог о развитии общественных пространств между администрацией муниципалитета, депутатами, общественниками и активными жителями продолжится и после встречи в телеграм-канале «Парке Ленинского городского округа». «Она будет открыта, именно прорабатывается, давать нам предложения, мы будем их обсуждать, в том числе это вот как раз на ответ на вопрос по зеленым аллеям, есть ли какие-то еще дополнительные разведки. Вот вы будете проявлять инициативу, значит, какие-то замечания, возражения, все будем делать на площадке». До конца года проект благоустройства территории Малого Трачевского пруда должен пройти экспертизу, после чего будет определена стоимость работ. Его реализация намечена на 2021 год. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.